Добрый день. Сегодня посредством видеосвязи я беседую с автором проекта «Пограничная зона» Егором Куроптевым. Здравствуйте, Егор. Спасибо, что присоединились. Добрый день. Спасибо вам. Егор, начнем с темы последних дней, пожалуй, самой обсуждаемой. Заявления министра здравоохранения Армении Арсена Торусянов сколыхнули грузинскую общественность, последовали заявления на уровне инфекционистов, депутатов, было заявление министра иностранных дел Залкалиани, были разъяснения, сожаления. У меня вопрос такой. Насколько, по-вашему, эта вся тема вообще была раздута со стороны СМИ? И можно ли утверждать, что, в принципе, две дружественные страны, Армения и Грузия, были близки к дипломатическому скандалу? Тема раздута 100%. Я хочу просто сказать, что могу понять в какой-то мере, состояние сейчас господина министра Торусяна в том смысле, что на нем лежит огромная ответственность за страну, за эпидемиологическую ситуацию, за 6 тысяч зараженных и так далее, и так далее. У нас тоже, когда была более напряженная ситуация, сейчас она, слава богу, нормальная, инфекционисты и руководители медицинского сектора делали разные заявления, которые периодически, ну так, вызывали, скажем так, странные эмоции. Я не буду сейчас цитировать, не имеет значения, ни про другие страны. Но, безусловно, поскольку это не представитель НГО и не врач, а министр, то есть это государственный деятель, чиновник, стоило бы, наверное, говоря именно о другом государстве более внимательно относиться к словам. Но еще раз, понятно состояние, понятно, что, наверное, господина Торусяна спрашивают про это каждый день, его это немножко утомило, и вот он так ответил. Тема раздута 100%, тема раздута не только грузинскими, грузинскими, естественно, сначала это пошло в армянских СМИ, по-моему, такой ресурс Арминфо первый дал информацию, и потом подхватили всякие спутники, даже РИА Новости решил поучаствовать, естественно, в процессе накаливания ситуации между Арменией и Грузией, это же любимое занятие. Вы знаете, здесь такая, есть маленький процент ответственности любого чиновника грузинского, армянского, я не знаю, азербайджанского, российского и какого-либо другого за свои слова. И второе, это раздутость с помощью сначала СМИ, потом социальных сетей. Я, честно говоря, очень поначалу плохо отнесся к тому, что было сказано, потому что показалось, когда ты не смотришь видео, не смотришь оригинал и еще не читаешь разъяснения Министерства здравоохранения, которые были, оказывается, даны в тот же вечер на фейсбук-страницах и на сайте. Тебе кажется, что это вот какие-то нападки на Грузию, обвинили, что мы тут врем что-то, у нас там неправильная статистика. На самом деле он ничего такого не говорил. Он сказал, я не знаю, не могу сравнивать. И понятно, что чиновнику надоело, что его все время отбрасывают к опыту другого государства. Вот, по поводу реакции Армянского Министерства здравоохранения и потом даже МИДа, потому что по Дипканалам были переданы различные реакции с вашей стороны, с армянской стороны. Все, на мой взгляд, вопрос должен был быть на этом исчерпан, потому что передали разъяснения, сожаления, там миллион разных слов, дали базу, основу для господина Залкалиани разрядить ситуацию, сказать, что все, мы поговорили, все нормально. И на этом, конечно, стоило бы ограничиться, если бы не. А вот если бы не, я говорил в том числе и со Степой Сафарианом, который был организатором этой дискуссии, где участвовал министр Торосян, и отследили потом линейку, как разрасталась вот эта волна, в принципе, к армянской стороне, к организаторам обратилась грузинская сторона именно в связи со статьями в спутниках. Да, спутник, понятно, госресурс российский, который это подал именно в ключе, вот я это сравниваю с анекдотом про сын пишет отцу письмо, папа, вышли денег, Вася. И отец читает и говорит, нет, чтобы написал, папа, вышли денег, Вася. Папа, вышли денег, Вася. Вот примерно так же интерпретировали слова министра здравоохранения Торосяну, что он во всем обвинил, хотя он никого ни в чем не обвинял, он говорил, понятия не имею, не знаю, не могу сравнивать, не знаю систему. Вот. Но это основное. Я как бы единственное, что мог бы еще сказать, что и нашей грузинской общественности, тем более внешним игрокам вообще не лезть, да, потому что хватает и у Грузии, и у Армении, и у других стран региона проблем, и давайте их не усугублять и не делать так, чтобы становилось больше. Я могу это сравнить, кстати, по уровню такого быстрого реагирования пропаганды на эту историю с историей Давид Гареджи, это отношение Грузии и Азербайджана, которое, да, там есть вопрос, да, но он не стоил вообще и не стоит сейчас такого огромного резонанса, который раздувается пропагандистскими ресурсами, чтобы, опять же, немножко посильней стравить соседние государства. Ну, можно ли считать, что на сегодняшний день страхи поутихли? Ну, пока комментируют все выходные по телевидению, всем приходилось давать комментарии. Вы знаете, я бы, честно говоря, не знаю, посоветовал, могу ли я советовать, я не знаю, но министру здравоохранения Турусяну надо было, и, может быть, еще сегодня это имеет смысл, просто сразу самому выступить. Понятно, что тема не стоит, может быть, какого-то спецбрифинга, но просто в Фейсбуке написать, что, ребята, так и так, там шла беседа, было так и так, лично. Все, все бы это подхватили, нормальные люди, все бы это разнесли и списали на то, что СМИ неправильно раздули какую-то там непонятную ситуацию. К сожалению, он этого не сделал, это сделал его пресс-секретарь. Тоже неплохо, но, конечно, не то. Человек сказал, человек должен ответить, да, ну, на мой взгляд. Вот, поэтому утихло, но пока продолжают комментировать, душок остался. Вы же понимаете, что любой минимальный какой-то национальный вопросик, и когда его особенно раздувают, он остается каким-то, ну, я не знаю, небольшим воспоминанием негативным, и, естественно, все начали это связывать с какими-то междунациональными историями, что абсолютно неверно, это бред полный. Продолжив вашу мысль о том, что раздувание и так далее, можно ли считать, что, в принципе, может быть, между двумя обществами есть какое-то недопонимание или вакуум, или какой-то пробел, который в любой момент может быть использован третьей стороной? Есть. Помните другой анекдот? Чем там армянин лучше, чем грузин? Чем грузин? Или чем грузин лучше, чем армянин? То же самое. Ну, это такое. Историческое, региональное, соседское друг к другу там, а у нас это лучше, а у нас то лучше. Это, конечно, есть, но я это воспринимаю исключительно мило. Да, на этом можно играть. Есть другие темы. Параллельно с Давидом Гареджи уже год с чем-то пропаганда бьет по каким-то, я, честно говоря, не очень в предмете, по церквям на границах между Грузией и Арменией, пытаясь раздувать эту тему. Параллельно есть тема Дживахети в Грузии, регионах, где проживают. Армяне много достаточно. И там все время раздувается пропаганда про то, что они сепаратисты и хотят там отделиться от Грузии. Ну, то есть бьют все время по этим темам. И просто нам, обществом, как минимум региона, надо понимать, что любые наши отношения, любые наши вопросы атакуются, раздуваются. И прежде чем на них реагировать... Я тоже хотел ругаться, когда увидел заявление Турусяна. Потому что мне показалось, что он прямо вот зачем-то хотел вот пустить такую дезинформацию. Потом все прочитали, посмотрели, стало понятно, что там вопросов нет. Надо внимательно относиться к источникам, проверять линию распространения информации, а главное оригиналы. Егор, поговорим о более широком контексте армяно-грузинских отношений. За последние два года изменилось ли содержание, изменился ли уровень сотрудничества, стиля общения на уровне глав государств. Что изменилось к лучшему и что по-прежнему мешает, может быть, выходу на новый уровень? Ну, последние два года вы, видимо, имеете в виду после революции, понятно. Да. Общение нормальное. Общение точно лучше, чем было, потому что Никол Пашинян это не Серж Сурксян, по многим вопросам. Ну, еще раз, Грузия страна, которая как минимум на уровне паблика, публичного представительства стремится во всякие там евроатлантические структуры, заявляет и делает какие-то небольшие сейчас, к сожалению, шаги в плане движения к демократии. Серж Сурксян не очень, я прошу прощения у всех его сторонников, ассоциировался у нас с демократическими преобразованиями. Поэтому, да, конечно, с приходом Николова Пашиняна, ну, вы видели, контакт стал гораздо больше, на уровне премьер-министра было много личных двухсторонних встреч там в каких-то резиденциях загородных. Это хорошо, но понятно, что говорить о каком-то стратегическом партнерстве, подписании каких-то документов реальных, ну, невозможно. Учитывая внешнеполитический вектор. ОДКБ, Еврозес, ОДКБ. Естественно, для Грузии российская власть – это враг номер один. Не Россия, я хочу просто подчеркнуть, власть, которая развязала против Грузии войну, оккупирует территории, похищает людей и так далее. Для Армении тоже я бы сейчас сделал сноску как минимум публично – это стратегический партнер. Ну, понятно, что Никол Пашинян пытается по каким-то направлениям отстаивать суверенитет и независимость. Я видел это, например, по истории с энергоносителями, где он пошел в клинч с Кремлем. И понятно, что он это сделал, потому что они требуют каких-то непомерных цен за энергоресурсы. Но, в любом случае, членство ОДКБ Еврозес не дает Грузии и Армении быть стратегическими партнерами – это очень плохо. Ну, то есть, на мой взгляд, я вообще еще хуже сейчас скажу, вы там не обижайтесь, на мой взгляд, было бы идеально, если весь Южный Кавказ мог иметь стратегическое партнерство и быть каким-то независимым сильным игроком. Потому что у Грузии есть свои плюсы, у Армении есть свои плюсы, у Азербайджана, понятно, есть свои плюсы. У кого-то экономика, у кого-то преобразование реформы, у кого-то еще что-то. Ну, то есть, у всех есть свои какие-то истории. Я понимаю, что это наивно все, но объединенно это могла быть реальная сила, которой не приходилось бы лететь в Москву и отказываться от подписания каких-нибудь соглашений. Она могла бы говорить, ребята, американцы, русские, европейцы, что хотите, давайте поговорим. Ну, это было бы неплохо, но я просто боюсь, что не в ближайшем будущем. В том числе, я думаю, что в Армении многие это понимают и по нежеланию стратегического партнера Армении, чтобы в регионе так случилось. Ну и продолжая тему Южного Кавказа, в начале мая на пограничной зоне вы запустили площадку, где представители Армении и Азербайджана напрямую беседуют о Карабахском урегулировании, они выражают свои позиции. Вопрос, как вы пришли к этой инициативе, насколько она может быть эффективна в состоянии ни войны, ни мира? Инициатива, наверное, больше всего вызвана тем, что я не увидел никаких на данный момент прагматичных или полезных переговорных форматах между Арменией и Азербайджаном. В первую очередь, понятно, что Грузия тоже часть Южного Кавказа, у нас есть двухсторонние форматы, трех сторонок нет и двух сторонок эффективных между Баку и Ереваном нет. Если даже есть какие-то официальные форматы, то они не имеют никакой повестки абсолютно, в чем я, к сожалению, убедился в первых, наверное, двух выпусках своего, ну, вот этого проекта. Плюс к этому военные учения, которые начались в Азербайджане и вот в Карабахе в начале мая, конце апреля, по-моему, еще. То есть повестка опять нагнетается, повестка опять негативная, накаляется для Грузии в том числе, не только по отношению к грузиям в Армении и Азербайджане, но и для Грузии в том числе очень опасно, чтобы вспыхнул какой-то конфликт. Поэтому, ну, просто имея, так сказать, неплохие контакты и там, и там, я подумал, что хотя бы так надо пробовать. Я не знаю, может ли это дать реальный результат. Я знаю, что вот вышло сколько, по-моему, четыре выпуска, где участвовали разные там эксперты-чиновники. Я не буду говорить сейчас про экспертную часть, кто захочет посмотреть, но вот, например, с участием зампреда комитета нацсобрания Армении господина Гитяна и депутатами или Меджлис Азербайджана господина Расима Мусабекова, уже к концу беседы, часовой, мы смогли выйти на подтверждение с обеих сторон, что было бы неплохо создать межпарламентскую переговорную группу. Для меня это какой-то результат этой беседы. Я понимаю, что недоверие огромное у обеих сторон друг к другу и, возможно, вот такой диалог, когда, ну, они там честно между собой говорят, открыто более-менее, он даст хотя бы минимальное продвижение в получении этого доверия. Нету задачи решать конфликт, есть задача немножко получить повестку и базу, от чего могут отталкиваться два народа в переговорах. Егор, и напоследок, конечно, не без карантинов и коронавируса. Грузия вышла из карантина. У меня вопрос такой, возвращается ли жизнь в прежнее русло, соблюдаются ли правила ношения масок, социальная дистанция и вообще изменилось ли как-либо поведение людей? Вы знаете, я не самый большой сторонник власти в Грузии, это в Грузии известно, но те меры, которые были приняты в борьбе, превенцией распространения коронавируса, им можно только аплодировать, на мой взгляд. Жесткий карантин вы имеете в виду? Я имею в виду очень много чего. Я имею в виду то, что еще в конце февраля, если я правильно помню, позакрывали все границы. Китай был закрыт через секунду после того, как там начались вот эти информационные истории, что вирус распространяется. Потом было закрыто все остальное. Контакты заболевших или теоретически возможно заболевших, приезжающих в страну, отслеживались там до последнего какого-то, я не знаю, кошечки и собачки в доме. Это было настолько эффективно, что даже свободолюбивые наши народы и я, живущий здесь, согласились на все эти ограничения, приняли все рекомендации. Нарушений было крайне мало, они были, конечно, ну понятно, там комендантский час кто-то нарушал, но весь карантин, в дневное время мы свободно гуляли, ходили по улице, кто мог ходил на работу. Сейчас уже все снято фактически, остались только вот это ношение масок в закрытых помещениях, ждем открытия транспорта со дня на день. 5 июня, если я не ошибаюсь, открывают рестораны. 15 июня открывается внутренний туризм и пойдет большая рекламная кампания, чтобы можно было по стране ездить. И 1 июля открывается часть стран, с которыми уже заключены границы, с которыми уже заключены двухсторонние договора о том, что между собой будет туризм. Это очень хорошо, это, ну естественно, экономика сейчас не в лучшем состоянии нигде после двух месяцев с чем-то такого карантина. Очень сложно экономически, надо подниматься. Это очень хорошо, что вот туризм пойдет хотя бы, это одна из важных частей экономики Грузии. И понятно, что это не будут на данный момент страны, где большое количество зараженных, но точно не Россия. Я думаю, Турция, Чехия, Израиль точно уже подписан и еще пару стран. Поэтому, ну в принципе могу сказать, что Центру по контролю заболеваний просто браво. И знаете, что в связи с последними событиями, заявлениями разных министров, что в Грузии сработало? В Грузии сработало то, что фактически власть была отдана руководству Центру по контролю заболеваний. И контроль мер и исполнение мер лежал в том числе на них. И все полиция, и все, кто должен отвечать вот за регулирование этого процесса, они четко следовали всем этим указаниям. Это сыграло самый, так сказать, главный фактор в этой истории, почему удалось. Пока что, дай бог, да, я не знаю, что завтра будет. Вот, я просто слышал, что с этим в некоторых странах есть сложности. Даже если Министерство здравоохранения чего-то рекомендует, не всегда это выполняется. Вот это очень плохо, конечно же, нужно строго следовать тем инструкциям, которые врачи дают. Спасибо, Егор, за интересную беседу. Спасибо большое вам, удачи, выздоравливайте, пожалуйста, все. Спасибо. Напомню, я беседовала с автором проекта «Пограничная зона» Егором Куропцевым.